Здравствуйте, друзья! Сегодня суббота У меня абсолютно не о чем заняться Поэтому я подумала А почему бы вместе с вами не приготовить что-нибудь вкусненькое? Сказано, сделано Немножко поболтаем, а я в это время буду готовить Я решила приготовить Вот у меня есть тесто Дрожжевое Слоеное Называется слоеное дрожжевое тесто Поэтому я приготовлю из него Сладкие плюшки Наверное это называется плюшки или пирожки И пирожки не сладкие С колбасой Ну да, с колбасой это вот такие совсем пролетарские пирожки Потому что особой начинки у меня никакой сегодня нету Но вначале я буду делать сладкие пирожки Для этого мне нужны яблоки Яблоки надо нарезать такими дольками Сам по себе звук такой асмрный, кстати, мне кажется Такой ширк-ширк-ширк Что-то в этом есть Что-то в этом есть Чем тоньше режешь, тем прикольней Потом поймете почему Я этот рецепт увидела в интернете И рецепт был очень такой интересный А, и да, и секрет Еще яблоки лучше брать реально красные Но у меня они не реально красные Реально даже, я бы сказала, совсем не красные Но если попадутся такие прям пунцовые яблочки То лучше взять их Потом поймете почему Так, вот для моих таинственных целей мне хватит, наверное, двух яблок Ну, если не хватит Ну, если не хватит Ну, значит, не хватит Так Так Вот он однообразный Малоинтеллектуальный труд Ой, все падает Ладно А я вчера была В городе Елково На восемнадцатом фестивале ледяных скульптур Ну, то есть Значит, ну, как вы можете догадаться Фестиваль проходит уже восемнадцатый раз Вот И В общем-то, очень здорово я была И в прошлом году Мне понравилось и в этом году ничуть не хуже То есть там забираются всякие Ну, я не знаю, кто эти люди Скульпторы или просто какие-то Ремесленники Или просто все желающие Где-то берут лед В огромных количествах И Побахают из него скульптуру Причем скульптуры очень красивые Получаются Такие Некоторые Где-то, ну Размером Ну, сантиметров 50 на 50 А есть большие композиции Где-то размером Чуть ли не там Два на два метра Вот потом проходит награждение Тех, кто победил Концерты, детские выступления Салют И всякие там Лазерные шоу Ну, плюс, естественно Рыночек Работает Где продаются всякие там Керамические деревянные ништяки Всякие сладости Какие-то пизделушки Сувенирчики И так далее Ну, то есть Очень классный фан И погулять на таком мероприятии Одно удовольствие Конечно, погода у нас Скоро приблизится К этим самым Ну, не к тропическому А к какому-нибудь там Близко к тому В общем, у нас тут потепление Шагает по планете Широкими шагами И скульптуры в первый же день начали таять Ведь мы вчера там ходили Уже все с них капало Капало Не знаю, что будет сегодня А что будет завтра Наверное Желающие смогут лицезреть столько Кучки Льда Ладно Значит, яблоки я нарезала Теперь их надо положить В стеклянную посуду Ох, как я стремозила Мне же нужен кипяток А, у меня есть кипяток Я же сейчас чай делала Вот, в общем, надо После этого Выдавить туда Кусочек лимона Прям рукой берем И безжалостно Давим его, давим И безжалостно Жадность до последней капли Выдавим Так А теперь надо это все дело Залить Чем? Горячей водой Залили Прижмякнули это все И поставили на одну минуту В микроволновку Только на одну минуту Так вот, яблочки наши Слегка упрели Что есть хорошо Пусть они пока так стоят Размокают А мы тем временем Возьмем Тесту И скалку Скалка у меня такая классическая Ей можно клево двинуть по хребту А кресосу Какому-нибудь Например Немного таппинга внезапного Ладно, далее 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 мы берем один Археологический пласт Все испортим немножко Все поправим И быстренько его раскатаем Далее Снимаем Внимание Он Камень Все Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, получилось коряво, но это ничего В нашем деле это не главное Так, раз, два, да Нет, еще немного Перфекционизм овладел мною Ха-ха Что-то неудобно Ну ладно Какая кривизна-то какая Ну ладно, теперь мы делаем приблизительный расчет так, чтобы получились три вот такие вот полоски Ну это уже зависит от вашего частного глазомера Ну и как видите А что, вполне ничего Вот Желательно немножко ободрать, чтобы... Ай, все равно прилипло Я так не играю, ну что это такое Ладно, нормально Так, и последнее Ага Норма Теперь знаете, что мы сделаем? Теперь мы провернём такую фишку Возьмём корицу Возьмём глюкозу Но глюкозу это я взяла так, чтобы выпендриться На самом деле можно взять самый, что ни на есть, обычный сахар Как видите, глюкоза ничем не отличается от сахара Ни вкусом, ни цветом, ни консистенцией Я так и не поняла Может это меня всё-таки обманули Но написано глюкоза, значит глюкоза Ладно, не важно В общем так Теперь берём щедрой рукой Ни в чём себе не отказывая Корицу И широкой полоской кладём на тесто Я не знаю, я очень люблю корицу Так, чтобы побольше Поэтому, конечно, на это дело вкуса Но я рекомендую класть её действительно много Теперь засыпаем это дело сахаром Упс Ну сахара там по вкусу Если что, потом можно посыпать пудрой И когда всё будет готово Так что это дело добровольное Вот Ух ты, ух ты, ух ты Да, классно А при чём же здесь яблоки, спросите вы А я вам отвечу Теперь мы берём яблоки Наши Которые там уже упрели, взмокли И разбухли И проворачиваем такую экзотичную штуку Кладём их вот так вот Хоп 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 И последний хоп Ну допустим, вот так Да Классно Теперь закрываем этот конвертик С одной стороны А теперь угадайте, что я буду делать дальше Я всё это съем прямо сырым Нет, я прошу тебя Теперь я сделаю вот так Вот так И вы поймёте, зачем нужны были тонкие Лепестки яблок Они лучше скручиваются Опа И получилось у нас с вами что? Получилась Правильно корявая розочка Вот Вот Теперь мы берём мою любимую Кексницу Она в кадр не влезет Ну и ладно Это не так важно И погружаем в неё розочку Вот Вот Ну и таким же магнером Мы производим Мы производим остальные манипуляции Знаете, что я сейчас подумала? А не буду я делать этот второй А Пирог с колбасой Ну что это за пирог такой с колбасой Лучше я сделаю как раз таки Двенадцать Сколько у них там? Раз, два, три, два, три, четыре Двенадцати таких вот розочек Да и дело с концом Там как раз двенадцать Углублений В моей кекснице Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп Классно же получается Так И заборачиваем Заборачиваем Божественно Просто божественно Я, кажется, гений Или нет? Так Я положила Вторую розочку Вы этого, наверное, не видели Но поверьте мне на слово Так, теперь мы сделаем Третью Ай, толстая я нарезала Всё-таки эти яблоки, конечно Толстую вату Ну и ладно Ну и ладно, подумаешь Упс Извините, товарищи Ну и классно так Всё, закрываем Вот Вот Сейчас Доделаю все остальные Эти штуки И посмотрим, что получится Вообще Мне нравится готовить Правда Правда, не всегда Мне нравится готовить под настроение Зато я умею готовить всё Ничего там сложного нет Кстати Кстати, хотите, я вам покажу Клёвую штуку Я тут купила Наконец-то Наконец-то я купила Эту кисточку Для того, чтобы Помазывать Для того, чтобы Помазывать Помазывать Сверху Всякие там Пироги И теперь мне хочется Ею мазать всё Без разницы По-моему, это так прикольно О боже Ладно О, я как-то гениально раскаталась Смотрите Идеально Просто идеально Так И опять мы всё делим На три части Получается Как будто бы Раз Как будто бы Два И как будто бы Три Вот у меня И корявый глазомер Одна часть Явно меньше, чем все остальные Повторяем всё Без каких-либо Без каких-либо Изменений От души Этого самого Корицы Да Вот так вот её Чё-то мало насыпала Как будто бы У меня нет души Получилось Все Три Ну и ряд души Теперь уже Ладно, хватит Безумие Берем нашу глюкозку многоуважаемую Ничем не отличающуюся от сахара Тоже фигачим Фигачим Красота И последний Самый штрих Опять я громахнула Это яблочки Люблю яблоки Вот казалось бы, простой продукт Люблю я их У нас там, где я живу В Риге Я живу, ну так скажем, уже на окраине Риги Вот, и у нас тут недалеко Есть Такое место Интересное 800 гектаров Заброшенных огородов Можете себе представить? То есть в какой-то момент Там были, ну в советское время Там были Шел товарищество Точнее дачное Дачное товарищество Это называлось Дачное товарищество Пенсионеров всяких Которые там сидели на этих огородах И в свое удовольствие Выращивали всякие капусты и картошки Вот, но в какой-то момент У нас тут началась вся эта Бестолковая Там, не знаю Как там правильно называется В общем Всю эту землю отобрали У них Они ее просто арендовали Ну и там отдали этим владельцам Которым она и принадлежала Эти владельцы хотели там что-то делать Но в результате на все это забили И так никто ничего там не делает С тех пор И очень-очень много лет Я и не только я Мои друзья знакомые Там незнакомые Короче, половина Риги туда ездила Собирать Так сказать Дары природы Первые годы там был просто Какой-то нереальный рай Потому что Дикие культуры еще не смогли заглушить Культуры Которые Всаживали люди То есть там росло все Яблоки, груши Малина, клубника, чеснок Хрен, лук В общем все то, что не однолетнее Оно там росло Еще года Года, наверное, три или четыре В полный рост Потом, конечно Дикие Растения начали брать вверх И наиболее слабые виды Стали вымирать Вот Сейчас прошло уже лет 15 И на данный момент там остались Жуткие заросли В буреломные В которые страшно зайти И в принципе остались Только самые живучие Оказались яблони И некоторые виды груши Вот Ну за яблоками я все еще езжу туда иногда Потому что Там встречаются Удивительные сорта Видимо эти люди Которые там сидели На этих огородах Им было особенно нечего делать И они там Баловались селекцией И прививанием растений На одно дерево Разных растений Поэтому там можно было Встретить такие фишки Я видела там На одном дереве Росло По крайней мере 5 видов разных яблок То есть с одной стороны Это была Совершенно четкая Какая-то антоновка Там с другой стороны Росло какое-то Какие-то мелкие яблочки Типа ранеток С третьей стороны Росли просто какие-то Красные там яблоки Вот какие-то Необычные груши Я там видела Желтую черешню Которую я вообще-то видела Так в свободно растущем Достоянии Только один раз в жизни Это вот именно там Очень интересные Растения там встречались Но к сожалению К сожалению Сейчас все это Конечно сошло на нет И главное Эти ребята Которые Принадлежат этой земле Они там так ничего не делают А может оно и к лучшему Все-таки Как-то получается Что в этом месте Сейчас есть Где гнездиться Всяким птицам Там мелким зверюшкам Так что В каком-то смысле Это даже хорошо Ну вот Половина сделана Ладно Я должна сейчас подумать Чего хочу дальше В жизни Все-таки делать Эти штучки С кубасой Или нет Поэтому пока Немножко прервусь Да я решила Чего уж там мелочиться Экспериментировать Так экспериментировать Будем делать Мясные розочки Ах А никто До этого Еще такого Наверное Не додумался Хотя может Конечно И додумался Есть же теория Что Всякие Великие Там открытия Приходят Обычно Сразу Нескольким людям В мире Великое Открытие Мясных розочек Мясно-сырно-луково-перечных Я бы даже сказала Ох Лучок Такой Хороший Хороший Можно Под него Поплакать О своем О женском Ой-ой Ладно Короче Перфекционистом Мне не быть Наложим Как попало Накладем Точнее Накладем Накладем Нет Мне кажется Должно быть Прикольно Ну что Может Плохой В запеченной Колбасе С сыром Да ведь ничего же Правильно Судя по острым Колбаскам Дрочащим Сверху Это будут уже Не розы А пионы Или там Георгины Какое-то у меня Получается Средиземноморское Блюдо Почему Средиземноморское Потому что На самом деле Знаете Откуда взялась Пицца Ну я так читала Во всяком случае Пиццу придумали Жодно Бедных Итальянских Рыбаков Которые Когда уходили На работу На рыбный лов Как бы им надо было что-то есть А есть дома было Обычно нечего И вот их находчивые Жены брали Кусок теста Да и сваливали на него Все, что было дома А это были обычно Какие-нибудь там Остатки мяска Какого-нибудь Огрызки сыра В общем Все Чем Бог послал И таким образом Морячок мог хоть как-то Перебиться А потом уже Пиццу Возвели в ранг Потрясающих Божественных Блюд Которые Должны есть Каждые Себе Уважающие Люди Нет Вы не подумайте Я вообще-то Тоже люблю Пиццу Да и вообще Все вредную еду Я очень даже Люблю Тоже Макдональдс Ха-ха Ерунда Это все Сходите раз Там В месяц В Макдональдсе Там Поесть Какой-нибудь Там Чизбургер Пирожок Мороженое И кричать Что от этого Чего-то там Может случиться Это все ерунда Ничего там Блохого От этого Страшного Не будет Так Ну Не знаю Попробую Завернуть Безумие какое-то Нет Давай Заворачивайся Заворачивайся Все Разваливается А нет О Смотрите Это же корона Это прям Корона Какого-то Я не знаю Кого Мясного Короля Классно Так Сейчас у нас Будут еще Две короны Короче Простите меня Деякого Вместо того Чтобы усыпить Я спровоцировала Побежать ночью К холодильнику Ну Жизнь такова Если ты не спишь То ешь Так Отличненько Что-то у меня аппетит Разыгрался Ай Все коряво Ну и ладно Чем прекрасны Эти Вот эти Кексницы Тем Что можно Корявенько В них там Напихать А они Все равно Сохраняют Форму Этих Кексов И ничего Из них Не вываливается Как же На противне А когда Спекается Оно само Все держится Очень удобно Так Так Наше Дерзкое Блюдо Почти Готово Осталось Всего Ничего Взять Последний Лист Здесь Лист Последний Ой Забыла же Вам рассказать Это тесто Вообще Я купила Ну да Ладно Не с этого начну Это тесто Я купила Для того Чтобы делать Вот эти розочки Его я покупала Как раз таки Специально У меня мечта Купить тесто Фило Это такое Очень-очень Тонкое тесто Оно довольно Дорогое И очень мало Где продается И испечь с ним Восточные сладости Оказывается Все это Очень-очень Просто Печется Очень До смешного Невероятно Легкий рецепт И Потрясающе Вкусно Получается Что самое главное Все вот эти Пахлавы Еще там Эти Не знаю Как называются Такие маленькие Пироженки Они все бегутся Я так поняла Из этого теста Вот А еще Я однажды Серфила По ютубу В поисках Чего бы Приготовить И наткнулась Совершенно Случайно Плюшечки Из заварного Теста Которые Надо кидать Гибящее масло И они там Варятся Наподобие Пончиков Рецепт Правда Дико Замороченный Но по-моему Должно Получиться Очень вкусно В общем Когда у меня Руки До него Дойдут Я обязательно Вам это Продемонстрирую Потому что Это мне кажется Стоит того Правда Я потом Почитала Что этот Рецепт Характерен Не только Для Там Сомали Его Вообще Там На Востоке И Там Где-то И В Турции Еще Где-то Там Упекут Штука Прикольная Все Господа Вот Что у нас С вами Получилось Сейчас Я допихну В духовку А потом Покажу Что получилось Уже В испеченном Виде Ну вот Я достала Наше Блюдо Из духовки Вроде бы Оно Готово Навитое На запах По крайней мере Это так Так что Вот он Результат Наших Сегодняшних Трудов Ладно Спасибо Вам Еще раз Внимание Кому-то Спокойной Ночью Кому-то И приятного Аппетита Пока